Хочешь еще остаться здесь? Хочу! Идти на две. Да, хочу, хочу! Турак сказал останемся, значит останемся. Ты чего такой маленький? Мы турки все тут такие невысокие, мы не этим берем совсем. А чем? У нас колорит очень хороший, зато. Всем привет! Алям алейкум! Аллейкум ассалям! О, видишь, уже ты турок совсем. И загоревший, смотри, какой. Почти как я. Мы турки совсем не загораем и черные ходим. Как ты так загорела? Проведите этот замечательный день вместе с нами в Турции. Сегодня мы вам расскажем все секреты красивого загара. Что надо кушать, что надо пить. Покажем настоящие турецкие танцы. Будут танцевать турки на пляже. Мне кажется, должен турок тебе намазывать на спину вот так. Намазывать, намазывать. Потом загар вот такой и будет. Ну, действительно, у меня красивый загар. Видите, за Виктора спиной мужчина белый-белый-белый. Он, наверное, морковкой не кушал. Да. Мы морковка кушаем, сырой кушаем. Потом кушаем вареный, такой как в плове. И потом берем каротином вот так по себя брызгиваем, вот так размазываем. Размазываем, чтобы красиво загореть будем. Как морковка такого цвета. Может пойти мужчине предложить наш крем для загара. Не от загара, а для загара. Все люди прямо около-около берега. Потому что колбасит сегодня первый раз за 14 дней. Вот так прибивает очень сильно к берегу. Я знаю новое слово по-турецки. И-это значит хорошо. Это очень хорошо. А круг должен к задницам прилипать. Когда выходишь. Не умеешь совсем. Круг ушел. Должен к задницам прилипать. Надо еще кормить. Тут один женщина был. Сказал, приехал сюда с кругом. А потом круг маленький стал. Надо новый круг покупать. Дырка маленькая стала. Потому что кушал хорошо. Ты совсем не кушаешь. Один морковка питаешься. Каротином своим. Слосно, черный шла. Ты что лежишь? Надо срочно употребить порцию каротина. У меня есть два средства с каротином. Три. Первое это что? Морковка натертая. Сегодня на завтрак, кстати, не было морковки натертой. За две недели первый раз в отеле нам пожарили омлет. Я ему говорю, с мясом или без. Он говорит, без, без мяса. И такой кусочек колбаски выглядывает. Я говорю, а это что? Он хорошо пожарит другой. Второе средство для загара. Это вот такой напиток. Называется черная морковка. Сахар ноль фри. Глютен фри. Подходит для веганов. Здесь есть только соль. Только соль. Рассол. Морковный рассол. Но почему-то цвета вот такого. Но сказали, для загара идеальное средство. Кара по-турецки это черный каратин. Туристы это вообще не покупают. Но продавщица в магазине. Как она там показывала? Вах-вах, смотри, сразу загар какой пошел черный. Сразу загар пошел. Знаете, когда вот рассол бывает капусты или бочковых огурцов. Это один в один. Вот такое. Но сказали, что для загара идеально подходит. Это второе наше средство. Сейчас покажу третье. А ты помнишь по-турецки? Один, два, три. Как будет? Да. Как? Бир и ки. Ич. Ич у тебя тонкий какой-то получился. Уч. А это третье средство для загара. Надо держать в нескольких мешках. Потому что это масло. Очень жирный. Очень, очень жирный. И даже два мешка не помогает. Вот. Оно все-все маслянистое. Морковное масло. Морковное. Представляете? Сплошной каратин. И вовнутрь, и снаружи. Это помогает загару. Все прорекламировала. Все. Давай я тебя на спину напшикаем и размажу. Давай. Я могу сама. Это делает... Сама неинтересно. Когда другой на спину пшикает и мажет, мажет маслом. Мажет, мажет. Вот так. Мажет, мажет. Видишь, как проявляется загар сразу. Некоторые мажут, чтобы не сгорать. А я, наоборот, мажу маслом. Покажи поближе людям. Чтобы загореть. Пускай купят. Сколько стоил? Цена около... Сколько? Я не помню. 40 лир. 39 лир вроде бы. Вроде бы. Но это 2-3 доллара. А рассол сколько заплатила? Ой, рассол меньше... Меньше доллара 11 лир. Почему так дорого? Там же дешевле было написано. Ну, карточка нужна. Их карточка нужна. Надо тебе карточку купить. Единственное, я говорю, проблема, что она это... Выбегает все масло. Весь каротин выбегает. Все, все показала. Пошли купаться. Давай, давай, потанчем! Самый вкусный чипс в турецком. Виктор рекламирует Турцию, и мы должны дать гражданство турецкое. Приезжайте в Турцию. Все самое вкусное только в Турции. Боже мой! Вот так, да? Вот так. Япши! Еще в Азербайджан поеду? Япши! Так ты определись, Азербайджан или Турция? Будем хурма кушать. Вах-вах! Какой вкусный! Сладкий парнидор такой называется. О, мальчик построил какой дворец прям! Три башни огромные. С моря у него камни прикрывают. И вы знаете, что самое интересное? Местные дети и дети, допустим, из России, из Украины этим не занимаются. Это все построил мальчик из Эстонии. Вот этот мальчик, который вот этот вас роет, это он из Эстонии. Приехал сегодня и сразу включился в дело. Работает, работает. Наверное, будет строителем, когда вырастет. На пляже написан стенд на двух языках. На английском и на турецком. Что? Если вы курите, то окурки надо бросать в урну. Еще они ходят по пляжу, эти ребята, которые работают здесь в баре, и говорят на русском языке. Это мусорка, это мусорка, вот. Вот, типа, кидайте мусор в мусорку. Еще они сделали вот такие столы под навесом, вот там. И сегодня ходил, он кричал тут на весь пляж, что здесь надо сидеть и курить в специально отведенном месте. Конечно же, тема эта хорошая, чтобы люди сидели только там, курили, там пепельницы есть, все такое. Но, это он говорил только на русском языке. А своим туркам он этого не говорил. В общем, везде двойные стандарты. Я у себя в инстаграме выставляла вот эти вот штучки. Там девочкам понравились они. Они говорят, что это такое. Я не знаю, что это такое. Может, это был когда-то овощ какой-то. Похоже, что это была тыква. Они ее высушили, вырезали и получились вот такие причудливые формы. Правда, красиво? Вот, покрасили. И здесь такой сад из тыкв. Называется наш пляж Панорама Бич. Да? Панорама. Во, Панорама. Точно, Панорама Бич. Сделай рекламу людям, братьям моим. Сделай туркам рекламу. И на автобусе написано Панорама Бич. Автобус из наших отелей возят бесплатно. Всех возят или по блатам тоже у вас тут. Двойные стандарты. А у вас в Литве есть двойные стандарты там? Все одинаково живут или двойные стандарты там везде? На этот пляж возят из тех отелей те, которые договорились. Отели, которые договорились. Я тебя про Литву спрашиваю. У вас там есть двойные стандарты или нет? Есть. Есть двойные стандарты. Приедем, посмотрим. Вот приедем, посмотрим там двойные стандарты. И покажем. Найдем, покажем. Покажем или накажем? Найдем, покажем. А здесь за забором такие домики. Они находятся в непосредственной близости около моря. Но если бы у нас так было, я бы сказала, что они находятся в дюнах. Здесь дюн нет. Они прям вот в шаговой доступности. Здесь какой-то ресторан на выезде, потому что иногда здесь бывают свадьбы. Красиво накрывают столы. Стулья повязывают такими ленточками. И вот такие типа домики. Но я не знаю, я бы не хотела, наверное, жить в таком домике. Кондиционер у них есть? Нет? А, есть. Вот сзади есть кондиционер. Тогда может еще более-менее... У вас там в Швинтое в таких домиках есть кондиционер? Да-да, вот как раз я вела к тому, что это такие же домики, как у нас в Швинтое. Но я думаю, что в современных уже домах есть кондиционеры. А может нет. Если кто-то знает, напишите, кто отдыхал в Швинтое в этом сезоне. Как? Есть там кондиционер или нет? Так-так, что здесь будут строить? Это строительные материалы. Утеплитель есть. Зачем им утеплитель? Чтоб утепляться. Чернозем есть. А это что за камни? Это тротуарная плитка. Положат, будет красиво. Вот смотри, какой фига вырос. Фига или инжир? Инжир. Кому инжир, а кому фига? Это не опасно? Все турки так делают. Можно? Вам нельзя, нам можно. В общем... Двойные стандарты сплошные. В общем, если после этого видео долго не будет выходить видосик, знайте, что виноват вот эта фига. А ты умеешь на туалетах сидишь и видосик делать? Как это? Монтировать там. В туалете монтировали? Сидят. После этой фига я уже начала говорить по-турецки. Вкусно? Однако. Ты такой фига хоть раз в жизни вкусный кушал? Прям с дерева. Не кушал. Вот кушай. А что у них праздник? Флаги повесили. Вот эти флаги. На фонарях. А это фиги, которые продают. Похожи на те, что мы кушали с дерева. Только такие более цвет имеют яркий, выраженный. Мы дурки не покупаем. И кактус этот мы не едим. Это только иностранцы покупают. Курица сбежала. Интересно, где она яйца свои откладывает? Тоже в городе или нет? Домой несет. В Турции тоже бывает осень. Начали падать желтые листья. Куда ты лезешь? У вас там в Литве такой большой желтые листья есть? Нет. Или такой большой? Нет. Вот такой большой. Есть листья у вас? Нет. Вот такой. На самом деле... Смотри, какой листья. На самом деле такие огромные листья. Я вообще вижу первый раз и не знаю, что это за дерево. Что это за дерево? Напишите, знатоки. Вот такие у него цветочки. Вот там орехи. Интересно, они съедобные или для красоты? Виктор говорит, что все орехи съедобные. Так же, как и грибы. И грибы все можно кушать. Но некоторые можно скушать только один раз. Да, и потом попадешь в госпиталь. Вот здесь находится госпиталь в Кемере. Когда вы бывали в Турции, видели, чтобы шел дождь? Мы сегодня его застали. Резко прибежали тучи, налетели. Над горами нависли. Громыхало-громыхало, и пошел дождь. Все по чуть-чуть, по чуть-чуть с моря идут в свои отели. Но дождь, знаете, какой летний, теплый. Капли вот такие огромные-огромные. Все идут не спеша, несмотря на то, что идет дождь. Вон лужа. Сейчас я вам покажу в луже капли. Вот, идет дождь. Сегодня на обед чечевичный суп. Картошка фри. Это булугур. А это что, говядина? Котлета. А, котлета. А это курица. Холодные макароны. Кускус, кукуруза. Это не знаю что. Что вот это такое? Спешен. Как? Спешен. Острый. Ай, очень-очень остро, говорит. О, осторожно с этим. Здесь огурцы, типа, со сметаной. И здесь такое тоже, типа, острое, но не очень острое. Квашеная, квашеная капуста, красная. И вот такие овощи. Морковка есть. Каротин. Это очень хорошо. Типа майонеза, кетчуп и там кефир. Арбуз, дыня. Не только сладости. Это всё-всё из манки делается. Абсолютно всё из манки. Там хочу сзади показать ещё. Есть один такой десерт. Изюм тоже с манкой. После обеда обязательно-обязательно все должны поспать. Вы просили, мы показываем, что мы купили. Первое, что мы купили в Турции, это вот этот вот круг розовый. Это было мне. На этом, наверное, всё и закончилось мне. Вмещаешься? Вмещаюсь, да-да-да. А мне купили майка красивая. На самом деле, очень красивая майка. Я её когда увидела, и на мужчинах, когда они бывают такие майки, супер. Выглядят очень красиво. Там есть цена. Называй цены. Людям будет интересно. В лирах говори. 99,99. 100 лир стоит эта майка. Делите на 17, получаете баксы и... На 18,99. Так, следующая майка, рубашка. Какой рубашка красивый я себе купил. Там лён есть, посмотри, там лён есть. Написано лён. Ленен бленд. Я тут самый красивый турок. Буду вот так ходить, как по подиуму, вот так. Чуть-чуть дальше, пожалуйста, пройдите чуть-чуть дальше. И... Походкам должен быть такой красивый. От бедра. От бедра. 220 лир. Следующее. Быстро. Надо делать всё быстро-быстро. Шнелле-шнелле. Всё показать надо красиво. Или у вас в Турции не ходят быстро. Я кши. Красиво, да. На самом деле красиво. А тебе не нравилось? Нет. Сначала мне она не нравилась, а сейчас красиво. Видишь, тут ли он? Тут ли он? Осталось дело за малым. Сходить в парикмахерскую, и турка надо подстричь и побрить. Воды горячей опять нет. Это что такое? У вас в Литве умеют бизнес делать, но турки умеют бизнес делать. Третий день опять нет горячей воды. Вы там пригласите в начальники себе турка. Вот он вам экономию сделает. Рубашка. Вах, какая рубашка, я себе красивый купил. 349 лир. Это я купила Виктору рубашку. Это мне блондинка купил. Мне очень понравилась эта рубашка. И вот... За услуги гида турецкого. Блондинка мне купила рубашку такой. Под цвет глаз. У меня вот такой глаза красивый. Вот такой и такой. Получается ровно 20 долларов, ну или 20 евро. Очень много таких рубашек. Ну, такого плана. Полосочку разного цвета. Супер. Сюда можно вот так скрутить и здесь пристегнем. Да. Это мы все покупали. Вот то, что он меряет в Вайкике. У нас в Литве такого магазина нет. Мне очень нравится. Реклама. Вайкики, вай. Вайкики, вай. Следующая. Next. 349. Да, стоила 389. Сейчас 349. Первая 389. Скидкома что ли была? Да. Да. Скидкома. Скидкома хороший. Еще немножко поживем. Вообще тут все даром будет. Летний сезон закончится. Все вообще даром продадут. Еще больше скидкома будет. Следующий. Это майка не Виктору, но ты померяй. Померяй, покажи. Это в подарок. У меня маленький какой-то. Чуть-чуть маленький? Какой-то маленький. А может ты много кушаешь маленький? Какой-то маленький майк. Очень красивая майка. Я Виктору говорю, купи себе такую майку, но он не любит, чтобы был вот такой ворот. Что-то ему не нравится. Повернись задом, я скажу, сколько стоит. Мы турки такой и не носят. 199 лир эта майка стоит. Next. Где-то что-то еще было. Вах, буду доктором сегодня. Ты доктором, а я кто? Пациент? Буду доктором. Эту рубашку тоже купили Виктору. 340. Ах, 100% леонас тут. 349 лир. Белым цветом. Вечером выйду. Как пройдусь по городу. Вах, вах. Это тоже мне блондинка вокупил за услуги гида. Говорю, плати за меня. Вот я тебя в хороший магазин привел. Плати за курка. И она заплатила нам. Только блондинки ничего не купили. А как бы она такой якши магазин нашла? Без меня никак не найдешь. На самом деле в Айкике есть много товаров, которые можно выбрать. Что-то для себя, там даже в подарок. Тоже покупать не хотела. Не, не хотела. Тураку говорил. Что-то я не хотела. Сказал, еще базар покажу. Ага. Пообещал, что мне что-нибудь купим. Тоже можно вот сюда пристегнуть. Да. Очень красиво. Красиво. Доктор. Якши. Какой ты доктор? Лайки ставим. Доктора бывают разные. Хирург, терапевт. Еще не решил. Что еще тебе показывают? Все, все, показывай. Там еще есть две рубашки. Но это не мои, я так покажу. Да, мы купили еще две рубашки. Нас попросили. Попросили купить. Вот эта рубашка будет в подарок. Вот такой Якши рубашка. Вот это в подарок. 349 лир. Зачем ты показываешь? Он же смотрит. Кто? Этот человек, которому рубашка эта, он смотрит. Пускай смотрит. Ладно, тогда уже одень. Покажи, как на тебе. Покажи. Это размер какой там большой. Ну, как большой. Относительно XL или 2XL. Что-то такое. Да, вот. Это в подарок. Должна быть хорошо. Это этому Пякину своему повезешь. Да, это Пякину. Такой большой Пякин? Может, большая будет? Блин, сейчас смотрю. Думаю, может, большеватая. Иди поменяй. Может, поменять пойти? Так, еще есть белая рубашка там. Такая не белая, а кремовая. Тоже этому же человеку. Но так получилось, что там 2XL, а здесь XL. Здесь чуть-чуть меньше. В общем, не знаю. Этот красивый. Это красивая. 249 лир. Но здесь покажи, в чем, почему именно вот эту рубашку попросили нас привезти. Ворот. Что ворот стоечка. Вот. Из-за того, что ворот стоечка. Этот красивый. Красивый. Тоже будет доктором. Что там еще в этом мешочке есть? Покажи. Носки. Вайкики носки купили. 119 лир. Тут 5 пар. Точно такие же носки. Это тоже в подарок. Ой, кто-то прыгает наверху. Не знает, что там такое. Я знаю, что там такое. Это твои... Луи Виттон и шарфики. Луи Виттоны. Ну, покажи, покажи. Открой. Открой, открой. Покажи полностью. Этот шарфик. Вот этот. Этот в подарок. В подарок. Покажи, покажи. Она тоже смотрит. Она тоже смотрит. Той стороной покажи. Правильный. Правильный. Луи Виттон. Вот так будет красиво, ма. Вот так вот, да. А второй шарфик покажи мой. Второй мой покажи. А это мой шарфик. Тоже Луи Виттон. Я их достала этим Луи Виттоном. Шарфики вроде бы были по 7 или по 8. Что-то так. По 7 или по 8. Красивые. Красивые. Гуль, читай, покажи личико. Следующие. Еще эти носки мои купили. А, носки мы купили в магазине Шок. Они какие-то там дешевые были. По 12, по 13 лир. Труселя мужские. 150 лир. А это подарок. Это подарок, когда покупали Луи Виттон шарфики, мальчик дал. О! Шорты я себе купила. Шорты. Шорты стоят 329 лир. Это не Виктора шорты. Это я купила себе в магазине. Как-то не то Вива, как-то Мива, как-то Мави, Мави. Мне кажется, Мави он был. Что, все? А там что? А, покажи, покажи. Все показывай, все показывай. Все показывай. В общем, блондинка вообще полной стал. Ведь у меня большой живот. Вот я себе трусы, Мава, такие куплю. Девок таких трусы, Мава, пойдет вечером на дискотеку. У нас тут вечером в дискотеку. Чуть-чуть дальше отойди, чтобы они... Вот так будет крутить. Чуть-чуть дальше я хочу рассказать. Девочки, я купила себе утягивающее белье. Я не знаю, сколько они стоят у нас. Здесь они стоят 120 лир. Очень-очень утягивают. Очень-очень. И еще я себе купила пижаму. Но я ее больше даже купила не как пижаму, чтобы спать. А такая... Ну, иногда, знаете, бывает настроение поваляться в кровати, телевизор посмотреть. Вот такую купила валяться в кровати. И штаны. Шаровары. Панталоны. Это моя пижама, да-да-да. Все? Нет, еще не все. Виктору... Советскому гиду купили, Ва, какие кроксы купили. Это купили Виктору... Ну, типа... Как они называются? Как эта фирма называется? Кроксы. Да, типа кроксы. Кроксы купили. Но это не кроксы. Это мы в Байкике. Какая цена? Покаж. Цена 179 лир. 10 баксов. Нормально. А это купили 4 полотенца, когда ходили на рынок, вот, для ног. Вот. Ванну под ноги. Эти два большие и два поменьше. Вот. И вот такое. 4 полотенца за 10 евро. Ну и все. Еще там кое-что купили, но, знаете, еще надо докупить, сложить чемодан. И все, что остальное еще купили, покажу в следующем видео. А в чемодан влезет? Вот сейчас хочу все это померить. Сколько можно еще докупить тряпок? В принципе, ничего такого серьезного и не покупали. Вот стоит, даже не знает, что ему одеть. Это не влезло. Это только и влезло. Все остальное не влезло. Это Луи Виттон, если что. На этой оптимистической ноте будем заканчивать свой видосик. Лайк оставил. Не забывайте лайкосик. А мы пошли чемоданы трамбовать. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.